добрый день любители вышивки рукоделия меня зовут марьяна я рада вас приветствовать на своем канале у меня начинается новая вышивальная неделя сегодня у меня воскресенье воскресенье 10 июля и я хочу на этой неделе в это воскресенье повышивать вот этот процессик я уже вскрывала я уже смотрела так минуточку это брошь от фирмы фанна тут даже есть такая штучка чтобы сделать из нее брошь но она очень-очень маленькая сейчас я вам покажу 5 сантиметров с половиной на тут тут немножко сейчас утром не совсем хорошо освещение над после обед конечно снимать но мне там времени может не быть и я хочу вот этот сюжет повышевать да вот так вот когда блогера показать я думал что он большой почему-то у меня возникли именно такие ассоциации но оказывается он очень мелкий здесь еще две картон очка еще одна один фетр нитки я думаю многие уже видели этого котика с очками да но очень-очень мелкий я не знаю как попробую конечно но без вышивки без лампы я этого не сделаю не на приманайте вот так вот прямо под глаза все это теперь будет я вот только так и вижу как это вышивать в общем больше я такое брать не буду точно мне это очень сложно тем более как тут ну тут разрисованы как класть стежки попробую посмотрим что будет судя по превью здесь не так показалось что не все зашивается вот некоторые места здесь вот здесь вот они не зашиваются вот тут только и тут тоже по моему есть места которые остаются не зашивается здесь расшивается и очки в общем посмотрим что получится я вам все покажу на сегодня и еще у меня будут мои процессики на сегодня на завтра я возьму тысячелистник и флокс и флокс и тысячелистник и у меня такая идея пришла что вот этот сюжет можно начать свой день рождения надеюсь этот закончить до дня рождения сюжет и ну как бы если что можно его начать все-таки именно 10 августа со день рождения почему бы нет садовница ангел это садовница у меня все сад поэтому неплохой сюжет для начала именно в этот день но я хочу еще завтра вот взять этот сюжет и естественно на этой неделе я буду заканчивать этот сюжет но там посмотрим на что еще останется у меня время ну что я пойду пробовать а потом покажу что получится может что-то получится может и нет так что вот так как-то результат я не гарантирую что-то я в себе не очень уверена в этом плане поснимаю вам с коленки покажу нет лежит его уж у нас экспонат не совсем конечно это лунтиковый портрет до красавец но надо серую кошка он искать так держи пока вот в общем вот так он прям демонстрирую а потом сейчас перенесемся в другое место я покажу вам более такой на тебе такие очки нужно расскажу все как надо и поближе все покажу сейчас сфотографирую вот так двойная голова кота всем привет у меня утро среды но эту брюшку закончила в понедельник да я думала за воскресенье справлюсь конечно но но нет я не стала ее там весь день вышивать повышевал только немножко днем пока время был а вечером переключилась на другой процесс особо удовольствием не это дело все не за не доставила не знаю не понравилась эта техника вот что получилось тут конечно по мне бы так сделали превью побольше покрупнее вот тогда я может лучше по превью вышивала нежели по той схеме которая здесь есть для меня вот как для чайника в этом деле она оказалась совершенно как загадочная карта можно так сказать здесь вот ключ есть все описание каждых швов вот здесь написано что значит очки надо вышивать вот именно а вот он анималистической гладью видимо ну как это делается я как-то не совсем поняла если так дальше продолжением для меня было вот это больше понятно вот этот рисуночек вот этот более такой знаете для для очков например мне показалось нежели вот это вот это все вот то есть я как бы вышивки в такой технике немножко чай я как бы может классическую гладь когда-то там пробовала вышивала и что-то с этого но уже конечно не помню но уже сто лет как было но вот здесь конечно это ну так вот если вы конечно этим обладаете техникой наверное легко для меня нет может быть просто я такая малость тормоз может что-то не понимаю да но здесь вот еще одна такая схема в общем я тут мало что смотрела ну как бы направление стрелок тут понятное дело да вот но очки я вышла по-своему не такие не такой техники что-то я никак не могла к ней приспособиться вот здесь то что нарисовано было где вот эти мне было очень сложно их разглядеть не очень яркие были вот не для моего зрения как бы скажем так да здесь я немножко напортачил здесь две нити вышел надо было в одну вот это вышивать здесь в одну значит вышивала в общем как могла все потом тут конечно вложен картон довольно-таки толстый плотный и фетр ну вот на вот их надо самим значит сделать шаблон и вот он у меня остался я как ему предложил чтобы уж более такой знаете точный был как как бы не стало потому что это у меня еще надо было вырезать я не стал заранее вырезать сначала думаю вырежу все приложу к нему вот эти вот я так прикинул вроде нормально в принципе можно было вырезать по нему вырезать почему не стала именно картон так вырезать потому что надо короче меньше на три миллиметра вырезать примерно на глаз да вот это все но все равно он получается не очень такой ровненький конечно же тем более жесткий такой вырезать его если брать этот картон типа переплетный он по моему то я вообще не ножницами режу а ножом канцелярским да вот поэтому для удешевления конечно пана сделала так что сами тут рисуйте вырезайте а вообще конечно почему бы не пропечатать вот у меня остался кусочек да еще один такой же вот на задней части просто пропечатать и все чтоб ты ну не мучился не сидел и не вырезали мне лично как это было не интересно да но высвала на пяльцах вот видите хорошо натягивается фетр все может я конечно придираюсь но но как-то мне не хотелось сидеть еще дополнительно что-то вырезать чтобы это все ровненько было вот не знаю буду я еще их вышивать не буду эти брошки как-то вот я бы говорю не мое это не очень-то мне это понравилось если бы мне превью вот так вот сделали покрупнее да для меня может я лучше по прию по превью вышила нежели по схеме как-то нам не не до меня мало плохо доходило короче говоря все что там нарисовано и написано как не так кстати осталось нитки остались и хватает все кстати все хочу купить карту цветов гамма да надо будет как-то сделать чтобы все нитки которые от гамма у меня остаются в остатках их идентифицировать и потом где-то там сейчас некоторые схемы делают авторы в гамме хотя такие не встречала кстати купила еще одну схему еще хочу одну купить схемы я покажу на либо в покупках либо вот может в конце видео если не забуду я забываю просто все на свете даже прошлый раз краску забыла показать как обычно сейчас я не принесла ну в общем все отмучилась я сделала как могла в общем неплохо все получилось так не как я вот не знаю мне приснилось или я на самом деле слышала что кто-то сюда пластик вставляет ну типа вот как пластиковую основу для вышивания которая идет в наборах да на пластике вот такую или мне пока или я что-то придумала сама или действительно где-то это видела у кого-то ну просто если картон вдруг что-то запачкалось да то вы не постираете это все помоете да а на пластике можно это все помыть тем более что этот ребенок например будет ей пользоваться вот и вот это все еще внутри там приклеивается клеем чтобы все плотно держалась вот сначала приклеивается потом обшивается так то мне нравятся некоторые брошки этот фирмы да кругленькие таким но вот я не знаю стоит мне покупать или стоит купить и вышить как так же в этой же тире я вышивала так как мне нравится да кстати говоря о я забыла знаете что я хотела сделать вот здесь вот носик вышить розовым а теперь уже все поздно ведь хотела думаю пойду за ниточкой ушла и забыла и пришла все и зашила вот молодец мне кажется все таки должен такой более розовый дали усе люсь да она сидит и она всегда приходит слушать мне это мой главный слушатель 1 верни который слушает все что здесь болтая подслушивает в общем все наконец-то я сделал что хотела вчера внучка с ней уже гуляла с этой брошкой но и все я и отдаю и про нее забываю сейчас фото еще сделаю здесь вот в общем а вот они кстати говоря брошки мы не именно эти я бы хотела да какие-нибудь что-нибудь подобное это новинки наверное скорее всего а вот вот такие так но это вообще можно конечно про попробовать это не проще простого как по для меня это понятно более-менее это техника типа как а тут что-то похожее вышивается таким швом и тут ничего сложного нет просто знаете можно даже немножко сделать себе на игольницу этом себе будет у нас вам деревянную может быть как-нибудь куплю покажу так что все я закончила с этим но и пошла вышивать дальше плосточонок он сидит один по моему гнездо уже старинные вот садили свежего где твоя мама большой скоро вылетит вот еще один обнаружился но опыт светка пошла вот и вот забыла отдельно снять видео это флокс и тысячелистник буду вышивать вечером воскресенье и показываю вот превью что у меня есть на данный момент и посмотрим что у меня получится концу недели хотя бы что-то хотя бы 1000 какой-то крестиков надеюсь добавится к тому что у меня есть продвинуть чуть-чуть этот сюжет ну и хорошо не могла не заснять это это вообще в себе и зим продолжается на полу во всех местах такой позе практически ли но и сейчас здесь лежит хорошо данного лучше не пошел вообще почти не был только со мной гулял а сейчас пик жарко улицу жаркую жизнь удалось это поза называется всем привет хочу показать вам снова оформление в одном из видео покупках недавним недавним же это было да вот я показал что купила вот такую рамку 25 на 35 хотела оформить в нее я тысячелистник и флокс это щелистник но я не знаю куда их вышью еще надо вышить померить все толком не знаю как какой там размер будет если что я такую же куплю если вдруг она мне все-таки понравится дальше будет нравится но она очень хорошо подошла по другие работы и поэтому я заказал еще такую раму стоит она в районе 300 с чем-то 350 вот так вот и в общем это симоленд поставка была достаточно быстрая на волберис покупка еще раз все покажу раз расскажу потому что не все вышивальные недели смотрят вот здесь вот так а здесь вот как раз таки сейчас данные еще раз покажу осталось вот видите верочка фоторам кого-то артикул если что что-то еще капучино пластиковый экран у сюда город рязань рамки но как же там еще называется у них рязань ну или казанские рамки есть еще как-то у них называется надо посмотреть на вал перес я вот в закладке складывал тоже их рамки неплохие и довольно таки дешевые но вот здесь вот я наверно сейчас знаете что подклею все-таки вот эти моменты как-то не очень они вот здесь вот есть вот 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 стою значит показываю есть момент да ну лучше хотите за 300 рублей пластик ну вот задник такой 25 на 35 есть если вдруг кому просто нужно что-то оформить можно даже и я уже говорила покрасить так я краску наконец-то донесу нет конце концов ладно сейчас оформлю покажу вам все как надо так я ищу здесь найти что-то очень сложно нашла столько метровая линейка главу я хочу просто окно померить само окно ну естественно 24 на 34 наверно будет она окно то да ну ладно мне этого хватит я думаю для оформления здесь не стекло а просто орг стекло и даже не орг стекло ну как она называется там пленка это вот вот здесь ну нет я наверно буду натягивать на картон другой задник закрывать все как положено вот и буду оформлять я вот эти две работы вот смотрите они у меня давно лежа лежали веселье натянутый просто на картон да вот так сейчас я складу это схема от дизайнера алена кошкина контакте она есть кому если интересно у меня есть еще а еще один один манекен все надо как-нибудь тоже с ним разобраться вышить вот и никак я все что-то про него забыла даже мне вот мне знаете что в схеме покупал в pdf почему-то сразу на мне в pdf скинула не помню уже почему сейчас вот опять обращаться я на это уже просил электронную схему калю но над не отказывает прямо мне нравится дизайнер не отказывает она ни в чем в общем отзывчивый такой человек по нынешним временам тем более сами знаете откуда она ну а не буду еще говорить ты до сих пор выпускает схемы такие всем наверное известные конфетки и и вот и вот эти два дизайна они у меня были просто натянуты на картон без стекла без ничего ничего ткани выгорело у меня здесь как бы даже бывает солнечно в комнате ничего с ней не случилось я их просто перестирал перестирал потому что все-таки побоялась что пыль все и вот это у меня почему-то я сейчас не помню почему мне этот кусок огромный а этот поменьше сейчас вот мне памяти то нет уже да ну видимо от какой какие были куски по таким и вышивала вот и я хочу их оформить в эти рамки единственное конечно что я вообще когда плане думала их оформлять я думала рамка будет здесь у это какая-то такая вот голубая бирюзовая а у это розовая в принципе покрасить то можно но нужно все выкрасить конечно цвет подобрать я вот все еще думаю ну в принципе так то вот рамочка по цвету сейчас я так немножко сделать чтобы было хотя бы представление она хорошо сюда подходит даже сливается поэтому думаю ну и зачем красить все прекрасненько и так оформлю посмотрю если вдруг мне что-то будет не нравится дома могу задник не закрыть хорошо повисит может быть потом открою и перекрашу вот и все тем более что сейчас я не знаю мне там есть краска надо посмотреть подходящую акрилл ты мне есть но там видите все это надо чтобы сделать нужную надо все-таки и вымешать там полу как положено не охота просто сейчас с этим возиться хочется их очень уже повесить вот но мне единственное что не нравится вот эти вот расхождения вот как-то они вот здесь плохо закреплены взять еще раз своим этим сделать попробовать скрепить или склеить сейчас сейчас попробую склею вот эту рамочку а это не знаю как она такая же скажу вам честно 300 с чем-то там рублей ну хлебковатая в сравнении с рамками от леонардов леонарда по качеству получше рамочки вот видите уголок так расходится так ты не очень скреплены поэтому сейчас я подклею и не буду оформлять и кто у нас здесь такой хороший а просили больше котиков как его показывать мой на свете показали до причин да смотри как он лежит теперь здесь вообще у нас гуляешь нет пошлите вместе погуляем и ты я все сделал что хотел пошли теперь делать на улице все что хотим ну смысле кормить других животных до животных 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 пошли напоим накормим и улти пойдешь ты чё папку показываешь я не снимаю его кубку ну что я оформила эти работы но не до конца процессе оформления сейчас я покажу по одной процессе оформления у меня появились некоторые мысли по поводу этих рам принципе смотрится то неплохо да но что-то мне захотелось вот эти углы конечно не нравится я уже все склеила все это все все что можно было сделать я пока оформляла думаю что возможно может добавить сюда что-то классического вот и заказала еще молды силиконовые там придет и покажу что это такое там можно сделать гипсовые такие например уголочки красивые можно какие-то тифлюшки наделать тут вот и перекрасить ее тогда может она будет тогда уже классического такого стиля но в принципе я эти молды давно хотела заказать мне иногда надо бывает что-то оформить не только там крамочки например но какие баночки под классику еще хотел птичек вот сделать купить силикона вот эти молды на закажу попозже вот короче говоря решил что наверное все таки перекрашу тут сейчас заднюю часть покажу вам это вот здесь до конца они не прижимаются здесь придется но я здесь и так буду прижимать картоном все когда доделаю да ну вот посмотрите на тянула инновация тут знаете в области натяжки ткань была вот такая большая резать мне было жалко мало ли что я захочу делать с ней потом это у меня термо ручка потом когда мне захочется может лет через десять делать с нее подушку да резать было жалко ну чё там вот эти кусочки останутся ни туда ни сюда так мелочь какую-то что ли вышивать баб ну в принципе можно было бабочек вот я взяла померила зашила здесь просто прострочил втунул туда картон ну естественно я ушил ее чуть больше чем сам картон мне пришлось его очень долго очень впихивать долго и здесь уже все нитками стянуло до конца вот принципе получилась неплохая натяжка изны там просто отражается нам все и я вместе с этим с этим совсем отражаюсь потом смотрю когда монтирую ой думаю меня там видно тоже так мне тут внучка не хочет никак уходить ну ладно в общем вот что получилось в итоге я не знаю просто пишите как вам стоит ее чем-то дополнять или оставить уж как есть да но я все равно сделаю эти молды прилагаю там из гипса или из шпаклевки посмотрим там склеим бува посмотрим что какой техника я их сделаю можно конечно но не буду нет не хочу спать с какого можно с теста любого любого там типа соленого посмотрим короче говоря еще говорю с чего сделать это все короче говоря говорю говорим да и краску еще подбирать так вот красиво конечно смотрится но никакой классики лаконично скажем так вот и в следу и еще одна такая же получается вышивка ну здесь вот что хорошо что вот эти как бы рамочки по нему вымерить можно да вот так мне сказали мне написал подписчица что надо повернуть если вам кажется что у вас криво что надо со всех сторон посмотреть вот так не кажется криво так кажется клип вот а здесь вот немножко было немножко как ты мне вот здесь кажется что все таки я на нитке тоже натягивала криво потому что вот это вот сама по себе рамочка нет ну мне прям кажется что криво ладно если чё перетяну я еще не до конца же закрыла просто вот видите что я делал то же самое на нитке натягивала сидела зашивала все и чтобы здесь хорошо все ткань прижалась задник чтобы там не торчал вот с одной стороны вручу померила с другой стороны кажется сейчас про вот идеально кажется криво теперь вчера все мне казалось нормально ну вот видите здесь чуть-чуть выпирает может поэтому поэтому все нормально все как положено было а вот здесь вот как бы вот это место немножко выпирает здесь вроде как бы она сюда идет так теперь из-за этого всего ну вот то что по что получилось в принципе я же говорю смотрится немного неплохо можно добавить и покрасить каким-нибудь таким цветом эти молды в цвет в тонну посмотрим короче говорим еще они придут ящик все это сделаю приложу посмотрю по как говорит оба обмазгую но пока я задники не закрывала на всякий случай вот ну вот что получилось то получилось у меня как бы мне сказать мне как как мне нравится что вышло до сливается с как-то сосновой прям практически один тон да ну ну вот это мне нравится наверное вот стена здесь пока я обои не меняли светлая белая такая стена молочного цвета тут на обоях у меня рисунки леонардо да винчи вот красиво будет классически смотреться на эти обои хочу поменять котиков просили вот следующая поза называется колбаска теперь так полежим в общем все эти дни когда жара вот так и лежит то так то так то так дал лунтик он гуляет только поздно вечером и рано утром тебе жарко ты ничего себе нормально не так как вчера ну что у меня на этой неделе в этом месяце уже есть финал немножко вчера я поспасть постирала повесь в таком влажном состоянии погладила и на машинку швина повесила досушиваться чтоб там никто не достал немножко выйти у нас ну ладно я здесь это буду оформлять в подушку так я хотела все в покупках показать наверное не буду а может буду еще раз покупки не все смотрят смотрите я купила вот такую ткань но я вообще брала не под этот сюжет она смотрите как хорошо сюда подходит габардин у меня есть вот такой тоже я купила да вот красивый цвет на задник да но тут 35 на 35 я верила тут без этой кромки 35 на 35 ровно будет этот момент но наверное надо добавить по 5 сантиметров опять чтобы было 40 на 40 подушка примерно вот я не знаю какую там я же говорю разных размерах везде есть 35 есть маленькая у меня даже тут маленькая подушечка ездить посмотрим может я в эту маленькую оформлю и не отдам и без всяких ну надо кружева докупить дело что-то у нас там с кружевом был не очень и я не купила его в этот раз следующий раз поеду на неделе заказ забрать будет и куплю ну вот если дабы дополнять с этим уже как-то мне не нравится если этот край краем делать даже можно и так а вот так пустить вообще я под дождь это купил под дождик девочка зонтиком такая полосочка как дождик да ну и кстати говоря этот я тоже хотела там есть я хочу темнее купить еще вот прям такого цвета под дождик платью девочки такое скорее всего а это останется кусочек потом еще пригодится где-нибудь останетесь оформляешь пусть будет вот красиво да мне кажется купить белого кружева и достаточно и у меня там есть еще посмотреть что есть в принципе можно и красного взять тогда не знаю как будет это все смотреться так что я хочу сказать по поводу значит вот еще раз это уже бумажка наверное выбросить уже потому что схема если кому интересно им показывать вышивал по электронной схеме схема уж старая конечно вот я по ней вышивала первый раз когда вышивала это сюжет ничего даже не вычеркивала как бы некоторых на некоторых схемах не это нужно было на некоторых нет мне там написали в комментариях покупкам что в чем проблема можно же вычеркивать на бумаге да и отрезать типа есть такой способ не как бы америку открыли в этом плане я скажу я уже сто лет как отказалась от этого способа до вычеркивать схему и отрезать ее и нарезать принципе почему потому что есть электронный в конце концов 21 век зачем учиться и мучить себя тратить лишнее время нас если есть электронные там просто пальцем вот так провел не надо сидеть брать маркер зачеркивать думать куда эту схему прикрепить никаких проблем нету девочки попробуйте вам понравится электронная схема я даже для этого научилась делать перенаборы ничего сложного нет ничего как бы да не какое-то время ты тратишь но поверьте и от этого тоже удовольствие получаешь когда делаешь перенабор как бы новая игра до новый какой-то скажем не может этап для кого-то до чему-то научиться во первых и во вторых ну немножко развлечься вы знаете как бы если подумать что это какая-то игра когда ты сделаешь перенабор и это даже затягивает я вот пока не сделал перенабор не могла оторваться за два дня его сделала но не то что прям сидел два дня нет на летнее настроение вот сейчас еще один перенабор мне надо сделать но это я покажу в покупках на что там тоже не терпит не терпится его сделать вот но этот я сюжет перри вышивала уже по остаткам да по остаткам у меня уже некоторые закончились я сейчас честно сказать я подбор делала то давненько я сделал подбор оставила не стал ничего начинать я начала только вот в прошлом году а лежал у меня подобранный с 18 года вот так получилось в общем я не помню какие нитки здесь гамма какие сейчас с х с я добавляла что-то как я добавляла подбором ли потому что сейчас у меня здесь есть и гамовские нитки и с х с овские здесь нитки а из х с нитки есть папа подключу те что идут перри наборе принципе и они как бы совпали с теми что идут вот здесь от гамма по так что-то было вот я нашла еще перри набор на следующие такие обереги да но берегов у меня нет не знаю я уж подумал может не покупать выше также из х с камень их и все раз здесь получилось почему бы нет вот так я их просто прицепил сейчас надо разобрать потому что я там уже искала некоторые гаммы нитки номера думаю где у меня эти нитки то из х с и гамма а оказывается они у меня вот тут лежали два года практически вот ну и все теперь закончу надо только сшить для меня показался вот легкий сюжет потому что может быть его по стадии вышивала потому что ну не знаю нет там вот посмотрите схема какая вот она может кому-то кажется что-то сложное для меня не было никаких сложностей в этом сюжете ну мы все разные для кого как для меня может в сирене там что-то не нравится да когда я вышила здесь вот нормально все пошло быстро довольно таки закончился он чуть 25 26 на 26 написано сантиметров сагадой 25 с половиной на 25 с половиной его так я забыла 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 нет я не а да я же записала все сейчас сейчас скажу вам сколько там всего 140 на 140 крестиков здесь значит 29 час тридцать один цвет 29 чистых по-моему там и посмотрела но я не написала количество крестиков что-то там около десяти тысяч надо записать еще этот момент чтобы можно мы чтобы если что знать уже вот так что вот я отдельно снимать ничего не буду про этот сюжет сошью в ближайшее время может через недельку 1 августа скоро дочь приедет мне в гости 2 вот это для нее для старшей я дарю наборами для младшей готовыми работами вот так получается и на в этом году вот уже за лето и две работы сделала осталось только все оформить вот так все на этом с этим сюжетом все что снова всем привет у меня конец недели воскресенье и пора подводить какие-то итоги за эту неделю в принципе неплохие итоги за эту неделю а две законченные работы даже у меня есть одна маленькая одна большая ну как средняя скажем я я считаю что это средняя работа да и мне удалось все таки повышевать этот сюжет на этой неделе флоксы и тысячелистник и я даже на высшего здесь 1624 крестика сейчас здесь 28 процентов вышивала здесь в основном только зеленым цветом все 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 что вот здесь вот этот зеленый цвет только я брала вот теперь надо закрыть все вот это вот что есть еще и будет серединка при при закрыта да можно перемещаться куда-нибудь вверх вниз уже чтобы было удобно может у меня освободились вкусно хотя мне были одни свободные а пяльцы которые освободились большие норги они снова стали заняты в общем учтут меня вы что-то мне как-то процессов развелось и пялиться не хватает уже даже если заканчивал мне все равно что-то не хватает что-то такое никак не пойму вот вот что должно получиться если вдруг кто забыл да это место вот где-то примерно сейчас да вот покажу вот это место я вышиваю тут даже уже вазочка пошла но у меня здесь вот здесь цвета некоторые вышли нет тут знаете остались по 10 крестик некоторых цветах в вазе там может быть где-то здесь чуть-чуть и все а так в основном все практически зеленым вот и вот этими цветами все вышло там еще есть немножко вот здесь где-то кто где-то что там то полом другие какие-то будут и мне знать что порадовало количество не так вот я говорю здесь вот этими цветами некоторыми осталось там по чуть-чуть выше может быть они еще где-то в блендах будут я что-то не посмотрела да но их в общем хватило и даже осталось и останется так что все прекрасненько вот они цвета все какие есть то как-то немножко я все думал что у меня все вот эти цвета розово в сиренево на одной плашке же нет нет все в разных так и я вышиваю на вот этой основе меран 27 каунта 50-22 и вот в этот пакетик я прямо так складываю ниточки чтобы они не шарлыкались там об основу об пяльце и все такое вот да я здесь еще же сшила еще прошлый раз вот эти вот опять маленькие такие как маленькие узенькие я шью такие узенькие чехольчики мне спрашивали еще раз если вдруг у кого такие вопросы возникнут вот практически почти 6 когда получать 6 половиной когда 6 ну 6 половиной где-то среднем выходит плюс подгибка идет мне мне удобно и я даже здесь умудряюсь все складывать и они не закрывают у меня экран вот так вот я еще там нашила и голубые еще там некоторые лежат еще некоторые не прошила а некоторые резиночки не вставила вот так так что на этой неделе я хорошо во всех смыслах не только вышивки вообще везде поработала сейчас буду нельзя сказать что я буду отдыхать ну да просто я сейчас возьму еще один какой-нибудь воскресный процесс сниму следующий момент видео на следующую неделю и все но эту неделю уже будем заканчивать мы у нас на этой неделе жара была в принципе и продолжается вчера было немножко пасмурный прохладненько к вечеру вообще хорошо стало думаю думали что сегодня будет прохладно но нет с утра уже прижарила хорошенечко градусов 30 а вот утром вышло уже было невыносимо так что у меня окна раскрыты все я здесь сейчас снимаю вы слышите чириканье разных птичек вот ну что все на этом скорее всего будем заканчивать эту неделю желаю вам прекрасной следующей недели пусть все мечты и все желания ваши сбудутся его найдется время на любимое хобби лето продолжается в этом году прекрасное лето и жарко и холодно когда хочется да в общем лето продолжается все прекрасно все хорошо большое спасибо всем за просмотр большое спасибо вам всем за комментарии за добрые теплые слова большое спасибо за лайки за дизлайки ну а мы с вами встретимся в следующем видео следующее видео будет я надеюсь получится на следующей неделе получить посылочку ну к концу недели тогда она выйдет скорее всего но если нету наверное на следующей неделе или след след со следующим видео все-таки постараюсь до следующие видео о покупках снова да да так что ждите смотрите мы с вами встретимся в следующем видео всем пока пока так не люблю июль месяц этот все зарастает трава растет не по дням а по часам просто да и вот здесь немножко про убрались опять кругом зарастает вообще все во дворе заросло за неделю просто хотела показать вам еще одну розочку я ее купил в этом году сказали какая-то из них розовая какая-то белая не помню какая из чего но одна красная 2 вот такая вот расцвела это вот с белым а это с желтыми полосками полосками пятнами не знаю как назвать вам видно да и они пока она пока еще молодая мельче получились цветочки пока чем эти на следующий год разрастутся конечно не ожидал что этот много слишком близко посадила это это кремовой надо сейчас взять секатор и срезать все лишнее вот здесь тоже все что отцвело а вот красная и вот красная вот это кстати говоря по моему из комнатных роз у меня было поэтому тоже мелкая и в прошлом или позапрошлом году высадила сюда они крупный полу не будет посмотрим в общем вот это вот сломалась теперь она она не я сразу не срезала там полно тоже роз вот почему-то вода грязная какая-то чистила не значит после всех дождей не вот эти каллы смотрите они то темнее то светлей становится здесь уже что-то позелене или где нет вот пока больше ничего не расцвело ну вот здесь да здесь тоже вот как раз там все посрезать порядок привести и у них заново пошло вот это отцвела роза она так она до конца как бы как вот все как остальные как пионы не раскрылась ты куда пошла вероник там по камушкам молодец по камушкам раз там у нас лилии расцвели надо тоже показать здесь у меня в горшке цветут всякие всякие когда сажала весной так горшок большое кажется все так реденько некрасиво сейчас просто все заросло все вместе тут и тунья красная сиев лабелия и агерату и сколиус и здесь где-то у меня герань была вот она и вообще тут не видно надо что-то рассадить что и вроде как жалко уже безобразие тут пропало тут все опять все заросло этим дурацким укропом придется опять здесь зря оставила все выдрать надо будет сегодня сейчас мы уже берем он там лилии зацвела и на следующий год этот фитофтора здесь на следующий год я их буду все выкапывать и наверно другое место сажать здесь на на что-то землю как-то заново вносить и также вот это растет она здесь гортензии убирать я уже это спарен и всяким удобрения полила вроде листики некоторые отходит зеленый станете нет еще зарастает все а вот здесь розовые начали цвести там розовый вон она видишь вот вот такая розовая возле ромашек а там розовая хризантема зацветает эти от так и цветут конец июля все еще не до конца закончили цветение дельфиниума так ногой грядку не надо ты что там не выдираешь укроп не надо бабуль сама выделить там на цветы наступишь здесь все еще вот до конца все зацвело годится наверно концу лета зацветет только забыть семена некоторые собрать и в некоторых местах циния уже зацвела в некоторых нет и какая-то она не такая как на картинке там зацвела я надеюсь на следующей неделе здесь распустится сейчас там как жарко невозможно ой и мухи какие-то кусают это ужас какой-то просто наступил ромашкой как-то странно вызрела я даже семена не смогла собрать они рассыпались во первых во вторых они как будто недозревшие вот здесь вот и смотрела понюхай вот какие-то странные семена поэтому может и она не распространяется сильно не дозревает вот здесь у меня рудбекия зацветает я взяла у мамы уже у меня почему-то вывелась она еще в другом месте здесь не зашла рудбеки другая совсем разный красивая да это не лилия вот лилия вот это вот хризантема зацвела циния зацвела и вообще никакая не махровая там на картинке такая вот она красивущая специально отдельно покупала каждый цвет потому что в смеси они ну вот может быть вот это будет слыхал наш бык наш голос да здесь это астра тоже я видела зацветала и не здесь уже розовым позавчера поливала вчера не поливала я смородина красная и ирга уже у нас вот эта смородина мармеладница она может вот так висеть до самого сентября до конца даже прошлом году все что осталось на до конца сентября там ходил и все ел вот и ешь ага обязательно петуния всякая цветет икс сортовая и какая попала расцвел венедиум там трава уже пошла я хотела петунии показать но не буду там косить надо надо будет вот на этой неделе еще раз здесь прополоть и муж скосят потом петунии покажу баллоны красивые просто заросло все за неделю а где я видела астра зацвелили вон они расцветать собираются только вот тоже циния того кстати говоря желтый ну что они дальше будут махровые какие-то по махрови но и не такие как на картинке они же большие пышные какое-то разочарование пока что и вот это наконец роза опять вот видите это надо выстричь это пошел вот дикость какая-то выше и вот она такой же как-то желто-оранжевая это роза зацветает остальные вот вот это вообще красивая тоже тут вот пришел цветочек алинкой ты там на ягоды не наступай